Отправной точкой нашего похода стала гора Спящий Лев в Тарбогатайском районе. Нам предстояло пройти путь чуть больше 10 километров, но это если идти по прямой. Мы же покорили порядка четырех вершин, и если большинство из нас уже имели походный опыт, то для Алексея такая прогулка стала испытанием. Когда мне сказали, что мы пойдем в поход, я просто представлял себе, что мы просто прогуляемся там по лесу или не так. Когда приехал, на самом деле мы карабкались по горам, ходили там. Однако ходить нам пришлось не только по горам. Часть пути мы преодолели по частично замерзшему берегу Селенги. Река только начала покрываться льдом, и этот участок мы прошли с особой осторожностью, хотя осенью лед не настолько опасен, как весной. Осенью лед еще подхрустывает, прогибается, дает понять человеку, что он здесь тонкий, и лучше уйти. А весной он моментально проваливается, то есть нет возможности реагировать. На одной из вершин нас ждал Сергей Николаевич, настоятель древней православного храма. Он рассказал нам об истории края и интересных местах. В той стороне находятся надписи времен Чингисхана, когда войска разделились, когда Миркитов они гнали. И вот одни этой стороной пошли, одни и этой стороной. И как раз там надписи есть. Этот поход, как и предыдущий, служит одной целью – помочь детям социализироваться. А отличается от остальных новым снаряжением. Как мы рассказывали раньше, одежду и оборудование закупили за деньги президентского гранта. Небольшой маршрут, он такой классический. Здесь обычно ходят те люди, которые любители скандинавской ходьбы, любители таких небольших выходов. Мы вышли до горы Маяк. Фактически это как завершение сезона. Теперь воспитанники детского дома и большая байкальская тропа Бурятии встретятся только с наступлением тепла. Антон Симонов, телекомпания АТВ.